Относительно приезда в Киев главы ЦРУ Бернса, который вроде как встречался с руководством, прежде всего с президентом Зеленским, речь идёт о переговорах. И там звучало, что если и переговоры начнутся, то только после достижения результата в виде выхода к границам Крыма, возможности контроля огневого территории полуострова и так далее. А до этого был разговор с Нарышкиным по телефону главы ЦРУ Бернса, который по официальному сообщению заверил, что к мятежу Пригожина Соединённые Штаты, Вашингтон отношения не имеют. Насколько тебе кажется, вообще говоря, реальным переговоры, которые могут начаться в случае удачи, неудачи, контр-наступления? На всякий случай, раз это обсуждается и такие комментарии звучат, то как ты это оцениваешь? А кем это обсуждается? Обсуждается пока инсайдерами, не более. Инсайдерами, да. Раз. Во-вторых, давайте зададим вопрос. Нарышкин очень большую роль играет в российской иерархии. Но он может представлять на таких переговорах непосредственно Путина, если ему поручено. Если поручено. Я помню, как Путин уговорил Нарышкина что-то промяблить про начало операции, и с тех пор Нарышкина серьезной фигурой не считаю. А переговоры всякие, на всякие лады, ведутся постоянно. Не знаю, знают ли это наши гражданские слушатели, но то, что спецслужбы воюющих сторон в постоянном контакте находятся, либо прямо, либо через посредников, решаем ли он вопрос от освобождения пленных до всего остального. Ну, это норма в любой войне. Никто так с ни с кем не общается, как разведчики обеих сторон. У них постоянно царит там полюбовная, как это, может не очень полюбовная, но деловые беседы на все лады при посредниках так или иначе. Что нужно понять? Все эти сказки про переговоры будут длиться столько, сколько длится вся эта война. Позиция Украины простая и понятная. Сегодня президент ее еще раз подтвердил. Ни одного российского солдата на нашей территории. И, пожалуйста, переговоры на здоровье. Сколько хотите. Насколько вероятны переговоры, когда мы там, например, выйдем на границу Крыма, возьмем ее под огневой контроль, немножко его прожарим, станут ли они более сговорчивы. Но если, ну я вот, давай представим уже невероятно, что такие переговоры состоялись. И если Российская Федерация добровольно выводит все войска с территории Украины, включая Крым, то что же не состоят за таким переговором? Ну, ура. А она выйдет. Состояния на сегодня нет. Ну, вот. А по состоянию на потом мы не знаем. Поэтому мочили, мочим и будем мочить. Ну, ты же понимаешь, контекст вопроса и контекст темы, он заключается в том, что, как это звучит, я тебе объясню, что типа контрнаступление не может, по-видимому, добиться искомого результата. Что являлось искомого результата. Это вопрос американцам. А что же вы так его подготовили, это контрнаступление и дали столько вооружения, что они заведомо, заведомо было бы, может, вы с самого начала загоняли у нас переговор. Ну, не знаю, вот мы это обсуждали. Да, представь себе, что президент или кто-нибудь выйдет и публично это скажет. Скандал. Он стал уже, по-моему, вздрагивать от того, когда ему слышат, что в очередной раз примирят с Путиным. И там, да, и все эти жертвы окажутся напрасно, и прочее, и прочее, или полу-напрасно. Совсем напрасно береги не окажутся, потому что мы же отбились, а решила о существовании Украины. Это вопрос снял. Это больше не обсуждается. Да, но вот эти все примирения с замораживанием, это не является ни позицией нашей власти, ни позиция нашей армии, ни позиция нашего народа. Соответственно, это ни случится. Очень хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok